Привет, друзья! Мы в прямом эфире. И снова на связи с вами девушка-пчеловод Пчелка Люба. Сейчас я хочу вам провести мастер-класс по пчеловодству. В данный момент я разобрала пчелиную семью и буду добавлять рамочки. И хочу вам наглядно показать. Вот это вот расплоды. Матке не хватило места и она уже на пирговой рамке, первой рамке, кормовая рамка посеяла. Вот пятачок, вот этот вот маленький пчелок. Вот это вот засеял маленькие пчелки. Вот этой пчелке принесли свежую пиргу. Этого года приносили пыльцу. Потом эту пыльцу добавляют в медик, маточное молочко. Проходит процесс кисломолочного брожения. И хоботками трамбуют ячечки. Это называется пчелиный корм. Она очень сильная. По своему составу, что я могу только грамотно сказать. И вот одно такое ключевое слово. Пирга в ней, она на втором месте после маточного молочка. И в ней белки протеина близки по составу к сыворотке крови. То есть это такой допинг. Вот она разноцветные цветочки, больше желтая. Видите, желтый цветочек, это сейчас цветет одуванчик. Между ними, вот она, янтарный нектар. Это медик. Это они уже напросто где-то нашли. Сейчас в лесу очень много всего цветет. И кизил цветет. Очень много таких лесных деревьев. Это они уже собрали такие, как закрома для своих малышей, медик. Но это, я думаю, что это еще не мед, это нектар. Когда мед, они его печатают. Но корм у них уже есть. Они собрали. Вот это вот в ячейке вверху, это прошлогодний медик остаточки. Видите, он густой, желтый. Видно вам вот, близко-близко. Это густой, желтый. Это называется рабочая пчела. Показываю сейчас дальше. Показываю вам очень уникальные кадры. Это матка. Вот посередине крупным планом. Нам очень повезло, что я ее очень быстро нашла. Вот она. Она даже свойство имеет прячется за пчелками. Они ее, когда угроза идет, они ее сверху накрывают, ее не видно. Вот она крупненькая. Крупненькая. У нее очень длинненький хвостик. Она этот хвостик опускает в ячейку и откладывает личинку. Она в день может вот эту вот рамку за день засеять. Это 800 личинок в день яйцекладки отложить. Когда матка идет, за ней идет обычно всегда свита. Вот они молоденькие пчелки, за ней идут, они прям свита. Они матку, ну она как мамка, хозяйка семьи, очень ценят, любят. И когда яйцекладка идет, они ее прям ухаживают, моют. Вот когда молоденькую матку, они и лапки поднимают, моют, облизывают, крылышки моют. Ну, за ней очень ухаживают. Потом, почему она вот такая крупненькая, такая хорошенькая, плодовитая. Такие матки очень ценятся. Это маточка карника. Они ее хорошо кормят. Молоденькая пчелка имеет такое свойство. От периода своего полового созревания, от примерно 5 дней до 12-15 дней, она вырабатывает маточное молочко. Вот эта матка, чтобы хорошо яйца ложила, яйцекладку откладывала, она, видите, какая откормленная. Она хорошая, крупненькая. Вот, то есть, они ее откармливают маточным молочком, медиком, пиргой. Вот она работает. Но она не, яйцекладку не откладывает. Она просто, как бы мы их потревожили, и она немножко даже в панике, вот, ходит, уходит, прячется. Матки очень обладают своей такой женской мудростью. Ага, хочет убежать, сейчас я ее не пущу. Не пущу. Нам нужны еще кадры, попозируй нам. Вот она маточка. Они обладают такой, как бы, женской мудростью. Она содержит, командует всей семьей. У них строгое подчинение. Видите, за ней свита идет. Вот они усиками прямо ее обтирают, хвостик. Вот они все. За ней идут, идут и идут. Свита. Это ее пчелки. Так, опять-таки хочу бежать, не пущу. Вот она идет по расплодам. Вот это вот расплоды. Это здесь уже скоро родится пчелка. Я даже снимала день рождения пчелок, как пчелки рождались, и я это все снимала. Видите, они их хвостик моют, обтирают усиками, усиками, хоботочками. Это вот она даже с первыми общается усиками, хоботочками. Я их даже понимаю, их поведение, интонацию, что они хотят, когда потревожишь их. Видите, вот она усиками общается. А сзади хоботочками другие пчелки ее обмывают, обтирают, за ней ухаживают. Вот это структура пчелиной семьи. Они очень преданные. Хочется всех пчелок показать и турта показать. Я их понимаю, даже матка какого возраста. Найти среди этого роя. Определяю простую пчелу, молоденькую пчелу. Очень интересно. Пойдем дальше. Сейчас я занимаюсь, расширяю, добавляю рамки, чтобы она дальше сеяла. Сила семьи в засеве, в расплодах. Вот это вот расплоды, это пчелка. Пчелка рождается через 21 день. Через 21 день. А жизнь пчелы 35 дней. То есть они вырабатываются. У них очень интересный такой цикл жизненный. Вот это очень интересные кадры. Эта матка прошла и положила личинку. Это она уже сеяла. Это уже готовая ячеечка. Пчелки ее простерилизовали прополюсом. Все. Теперь молоденькие пчелки от 5 дней до 12 будут туда ложить кур. Маточное молочко, медик. Чтобы личинка кушала и росла. Вот уже личиночка, которая подросла. Вот этой личиночке, вот она, примерно уже дней 6. Вот эта личинка уже большая. Сейчас ее будут запечатать на 9 день. Личинку эту запечатывают. Вот, сейчас покажу вам. Вот они печатные. Вот они печатные. И на 21 день рождается... Вот они печатные. Это уже, как бы сказать, хотела, чтобы пчелки чуть-чуть разошлись. Сейчас покажу. Вот это вот уже расплоды печатные. Скоро будет рождаться пчелка. Вот эта личиночка показала. Я ее даже по возрасту могу определить. Что вот крупная личиночка. Это уже идет на запечатку. Поменьше. Это дней 8. А вот это и дней 6. А вот она только отложила яйцекладку. Вот такую малюсенькую личиночку делают прививку и рождает... Делают маточники. Рождая, чтобы... Делают закладку маточники. Чтобы вырастить матку. Вот это вот у нас идет рамочка с расплодами. Чем больше вот таких рамок с расплодами, тем сильнее семья. Весной они набирают пчелы развитие. И чтобы мед принесли, вот таких рамок полностью должно быть минимум... Вот здесь 14 рамок первый этаж. Это гнездо. Это гнездо. Вот. А медосбор идет только вторые корпуса. Второй и выше. Но пчел здесь будет до потолка. Тогда только мед будет. Чтобы мед проводить... Чтобы собрать мед, пчелы надо полностью два корпуса. Два корпуса пчелы нужно. Я им поставила две дополнительные рамки под расплоды, чтобы матка сеяла. И хвост, конец их гнезда закрываю перговой рамкой. Вот она перга. Вот она бесценная перга. Это пчелиный корм. Видите, вся разноцветная, разные цветочки. Это такие бады. Перга очень сильная. Вот, смотрите, и красные, и оранжевые. Это пчелки собирают эту пергу, чтобы вырастить своих пчелок. Пчелка по химическому составу чистый белок. Чистый белок. Чтобы вырастить этот белок, они собирают пыльцу и производят эту пергу. Поэтому пчелка, наверное, такая бесценная. Это я уже собрала этот, как пчелосемью. И закрываю диафрагмой. Перекрываю. Вот такую загородочку им ставлю. И накрываю, укутывая холстиком. И потом утепляю утеплителями. Подушки и так далее. Вот это я вам показываю. Холстик изнутри полностью пропалисован воском. Вот этот холстик очень целебный. Вот они как рамочки даже стояли. И пчелки их, ну вот как между рамочек, ну они как прикрепляют его. Вот этот холстик, все воспалительные процессы, все-все лечит. Он очень сильный. К суставам прикладывать и так далее. Вот так накрываю холстиком. Еще очень интересная вещь. Холстик очень плотный. Видите, дырку выгрызли. У них зубов нет. Ну прогрызают, разгрызают все. И вот она еще дырочка. Видите? То есть это такая силища. Если такую ткань, значит им или вентиляции не хватало, что-то им не хватало. И вот они своим хоботком, представляете, вот прогрызли дырочку. Затем укутываю холстиком. Потом вот у меня такие вот накидки, утеплители. Потом сверху сейчас подушку утеплю. Потому что им температуру, чтобы вырасти деток, малышей, надо держать температуру 36-37 градусов. То есть энергию много пчелки тратят. Вот эта пчела прекрасная нам дала провести мастер-класс. Они спокойные, хорошие и дали нам много информации. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...